Всем привет! Последние новости Турции. Репортаж с крыши. Сегодня МВД Турции разослала циркуляр с правилами жизни до 1 июня. Первая радостная новость. Полный карантин снимается. Комендантский час остается в будние дни с 9 до 5 утра, а также в субботу и воскресенье. То есть завтра все идем на пляж, гулять, купаться, загорать. Радостная новость. Вторая новость. В будние дни возобновляется междугородное сообщение. Тоже хорошая новость. Можно поехать из Алании в Анталию, возможно в Стамбул, покататься, развеяться. Соскучились все по этому. Хорошая новость. Третье. Торговые центры будут работать в будние дни с 10 до 20 часов. Базары в будние с 7 утра. Тоже все соскучились, я думаю, по торговым центрам. Необходимо пойти, прикупить там новые трусы, носки и так далее. Четвертая новость. Не очень радостная, точнее совсем не радостная. Кафе и рестораны остаются закрытыми. Работают только на вынос и доставку. Соответственно посидеть даже на летней веранде, попить пиво, поесть кебаб не получится. Ожидаем дальнейшего смягчения условий, но когда это будет, пока неизвестно. Следующее. Все госучреждения будут работать с 10 до 16.00 в будние дни. Но эта новость нас пока не касается. Следующее. Люди старше 65 и моложе 18 не смогут пользоваться общественным транспортом. Исключение. Люди данные возрастной категории с двумя дозами вакцины. То есть полностью кто прошел курс вакцинации. Ну, неоднозначная новость. Вроде с одной стороны, да, переживают о пожилых людях. Но с другой стороны, если нет возможности поехать на такси, на общественном транспорте нельзя. Что делать? Вопрос. Также люди старше 65 без прививки могут выходить на улицу только в будние дни с 10 до 14.00. Но тоже, на мой взгляд, неоднозначно концентрировать этих людей в 4 часа в течение одного дня. Ну, так себе. Но, наверное, МВД Турции виднее. В принципе, это все актуальные новости на данный момент. Единственное, для туристов. На туристов все эти ограничения, как и раньше, не распространяются. То есть туристы могут гулять, загорать в любые дни, хоть в субботу, хоть в воскресенье. Им проще. Распространяются только на местных жителей и на иностранцев с ВНЖ, с Экометом, так называемым. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы быть в курсе новостей. Всем привет! А это крыша, на которой мы загорали во время локдауна. Выходить нельзя, но на крыше не контролируют. Поэтому мы здесь загорали. Но завтра пойдем на море.